О возможном визите Путина во временно оккупированный Крым, о подготовке российских властей полуострова к обороне и о том, как изменилась там жизнь за 9 лет оккупации. Об этом поговорим с нашим следующим гостем Рифат Чубаров, глава Межлиса Крымско-Татарского народа, с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Вот на этой неделе исполняется 9 лет аннексии Крыма. Это и есть начало этой страшной войны, да. Вот в Кремле анонсировали ряд мероприятий. Стало известно, что Путин, цитата, посетит с рабочей поездкой один из российских регионов. Ну, далее там намекали на Крым. Как вы полагаете, вот рискнет ли он приехать в Кремле? Да, любят разные даты. Ну, смотрите, мы говорим о 9 годах попытки аннексии Крыма, поскольку сама аннексия, которая совершается Россией, Россией, абсолютно не признается в мире. И Крым для нас является оккупированной территорией, которая, разумеется, подлежит освобождению. То, что касается планов Путина на годовщину захвата российскими войсками Крыма, я ставлю под сомнение его возможный приезд, исходя из его такого маниакального отношения к вопросам собственного здоровья, боязни за личную безопасность, поскольку Крым сейчас уже является прифронтовой территорией, Путин может не решиться на визит в Крым. Но, возможно, такое и случится. Тогда это говорит, что у Путина отчаянное положение, и ему надо опять включать крымский фактор для внутренней мобилизации российского населения. Поэтому, если он каким-то образом окажется в Крыму на час-два в эти мартовские дни, это будет говорить только лишь о том, что Путин предпринимает отчаянные действия для того, чтобы пытаться сохранить оккупированную Россией территорию, в том числе и Крым. В это же время по крымским организациям, вузам идет рассылка инструкций, как вести себя при артобстреле, что делать, когда начинаются активные боевые действия. И здесь действительно как-то странно представить, что Путин пересекает Крымский мост. А вот жители полуострова, как реагируют на все это? Понимают ли, что курортного сезона не будет? Будут военные действия обороны? Ну, действительно, население Крыма готовится к разным развитию ситуации в оккупированном Крыму. Мы тоже, как Межлиц Крымско-Затарского народа, наши общественные организации ведут разъяснительную работу среди жителей оккупированного Крыма, которая заключается в том, что людям надо заранее предпринимать действия, направленные на их собственную защиту в случае обострения ситуации. Мы рекомендуем людям, которые живут в сельских населенных пунктах, но в сельской местности, чтобы они укрепляли погреба, делали вторые запасные выходы в подвалах домов, если у них они таковые есть. То есть, чтобы люди по месту своего проживания заранее готовились бы к таким критическим ситуациям. И считаем, что такой честный разговор, он больше принесет пользы людям, чем просто закрывать глаза на то, как может развиваться ситуация при освобождении Крыма от русских захватчиков. Те люди, которые живут в городах, мы им рекомендуем заранее установить маршруты к бомбоубежищам, наиболее короткие, иметь тревожные чемоданчики. В общем, мы с ними делимся всем тем опытом, который у нас имеется и накоплен перед тем, как случилось 24 февраля 2022 года. И понятно, что из этого люди осознают, что 2023 год Крыму может быть ознаменован непредсказуемыми событиями. И главное для них, в общем-то, сохранить свою жизнь. Что касается курортного сезона, потому что параллельно же с одними наставлениями, разъяснениями в медиа размещается информация о том, как Крым готовится к курортному сезону. Мы исходим из того, что практически этого сезона не будет. И опять же, исходя из того, что те, кто составлял категорию отдыхающих, какие-то граждане Российской Федерации, они не поедут в оккупированный Крым, опять же, исходя из проблем собственной безопасности. Хотя мы видим, что бизнесмены, хотя громко, наверное, сказано, бизнесмены, те люди, которые работают в курортной сфере, они по-своему готовятся хотя бы к какому-то въезду отдыхающих, поскольку им надо кормить свои семьи. Это единственный вид их заработка. Но все-таки большинство приходит к тому, что Крым летом ожидают очень серьезные события, при которых курортного сезона просто не может быть. Да, судя по всему, это будет очень горячий сезон, и все ожидают именно этого, так скажем, горячего сезона, и даже самопровозглашенной власти Крыма, вот тот же Аксенов подтвердил, что на полуострове идет сооружение масштабной линии обороны. Вот не приводя конкретных подробностей, он сказал, что все идет там по плану, и при этом нестандартно и асимметрично. Вот само решение возвести какие-то такие оборонительные сооружения, Аксенов объяснил так, я процитирую, «Береженого Бог бережет, и вот я в позиции всегда выступаю, хочешь мира, готовься к войне». Вот кроме рытья окопов на побережье, что еще там делают оккупанты? Ну, они прежде всего, конечно, усиливают те военные объекты, которые нацелены на материковую часть Украины. Это прежде всего ракетно-зенитные комплексы, их достаточно много размещено на западной части полуострова, ну, ближе, опять же, к материковой части Украины. Они перебазируют современные новые самолеты с крымских военных аэродромов на аэродромы, которые расположены на территории, собственно, самой Российской Федерации. Это говорит о том, что они не уверены за сохранность военных самолетов, базирующихся на территории крымских аэродромов. То есть, они действительно готовятся к вступлению на крымский полуостров вооруженных сил Украины. При этом возведение фортификационных сооружений очень часто в такой демонстрационный способ, как нам представляется, больше рассчитано на собственное население, поскольку всем очевидно, что удары будут наноситься прежде всего по военным объектам, благодаря которым Россия пока еще контролирует Крым. Это, в первую очередь, мост через Керченский пролив. Это корабли Черноморского плота Российской Федерации, военные корабли. Ну и третье – это отсечение Крымского полуострова от сухопутного коридора, который сегодня установлен между полуостровом, оккупированным, и через оккупированную часть территории Херсонской и Запорожской областей до границ Российской Федерации. Когда вот эти три фактора будут ослаблены, уничтожены, то не будет необходимости, но, скажем, идти таким фронтальным наступлением в Крыму. По крайней мере, так говорят военные эксперты, а я им доверяю. И Россия, утратив возможности удерживать Крым, она просто будет оттуда убирать свои войска. А вот, как вы полагаете, крымские оккупанты и коллаборанты уже разрабатывают какой-то план «Б» на случай побега? Ведь и Аксенов, и Константинов, и российские чиновники захотят вывести награбленное за 9 лет. Я думаю, что у них этот процесс, не думаем, кое-что мы знаем, у них этот процесс постоянно происходит. Очень многое, но сейчас же 21-е столетие, как правило, все награбленное, оно переводится в активы на территории самой России, сбережения в банковских учреждениях. Сейчас самое главное – отслеживать тех и российских политиков, и наших коллаборантов, которые преступным образом разграбили и грабят, как украинское государственное имущество, так и собственность граждан Украины. Я знаю, что очень многое в этом плане делают журналисты Украины, проводятся расследования, и мне представляется, вот это будет более эффективно, чтобы на этом этапе нам отслеживать то, как присваивалось чужое имущество на территории оккупированного Крыма, как государственными учреждениями России, орудующими в оккупированном Крыму, так и конкретными оккупантами и их прислужниками. Ну, плюс сколько наших музеев они разграбили в Крыму, теперь надо отслеживать, где появятся все эти картины, все эти ценности. Ну, вы знаете, мародерство на государственном уровне это абсолютно, это совершенно другое явление, и я думаю, что это должно быть предметом и международного, и расследования, и преследования. Нам придется приложить очень много усилий для того, чтобы возвратить с территории России очень много принадлежащего собственно украинскому государству и особенно в сфере культуры и артефактов различных, вывезенных из Крыма. Это носит очень такой широкий характер и здесь никто из российских даже, знаете, прошлом брендованных таких культурных музейных организаций, они абсолютно не стыдятся по данным, которыми мы располагаем и даже такие всемирно известные учреждения, как Эрмитаж, они замечены в краже экспонатов с крымских музеев. Да, разграбили они Крым, а как вы считаете, как вообще в целом повлияли на Крым вот эти 9 лет российской оккупации, как за это время изменила жизнь Крыма и что еще, кроме культурных ценностей, потерял полуостров? Территория страха. Крым прежде всего стал территорией страха, а там, где страх, люди скованы, они не могут развиваться, они практически живут одним днем, они всегда озабочены, ну не озабочены, они всегда встревожены судьбой своих близких и они не могут никак успокоиться, потому что каждый день приносят все новые и новые свидетельства репрессиям, гонениям со стороны оккупационных властей. Второе, Крым теряет буквально ежедневно свою уникальность, которая обусловлена его многовековой тысячелетней историей, кладами многих и многих народов и культур. И уникальность Крыма, она сейчас уничтожается вследствие преобразования этой территории в такой военный форпост России, очень многое сносится, безобразно все ломается, сносятся целые природные объекты. И второе, такое, знаете, попытка как бы придать Крыму некую русскость, его содержание, попытка изменить эту территорию и как бы приложить к ней те культурные традиции, ценности, которые никогда не имели отношения к Крымскому полуострову. И поэтому, конечно, все это придется исправлять, вычищать. Во многом утраты будут просто невозвратимы, ну, скажем, как уничтожение памятников крымско-татарской культуры. По большому счету, Москва сегодня, но уже окончательно уничтожает те такие малочисленные единичные памятники крымско-татарской культуры, архитектуры, которые удалось сохранить после депортации 1944 года и почти что полувекового изгнания крымских татар. И вот эти объекты, эти памятники, они уничтожаются в наши дни. Я не знаю, сможем ли мы их возвратить к жизни. Появилась информация, что пограничная служба РФ стала проверять все суда на подходе к Керченскому мосту. Вот суда, двигающиеся без груза, также подвергаются осмотру. Ранее вот такая проверка судов была выборочной. С чем это может быть связано, по-вашему? С возможным визитом Путина? Мы тоже обратили внимание на эти сообщения, поскольку это осложняет проход кораблей под мостом через Керченский пролив, увеличивает скорость очередь этих кораблей, которые ожидают проходки. Объяснение здесь только одно. Это вот такие дополнительные меры безопасности. Ну, вообще, вот это этот режим путинский, он зациклен на всяких мерах, связанных с предосторожностью, особенно первого лица. И мы не исключаем, что вот такие дополнительные меры предосторожности, как осмотр всех кораблей, проходящих под мостом, в том числе и негруженных. Это связано с тем, что они опасаются диверсий, ну, может быть, вот в дни, которые они отмечают, как возвращение Крыма в родную гавань, а мы говорим о девятом их годовщине оккупации Крыма. А как вы полагаете, почему вот в Крыму отменили проведение Ялтинского международного экономического форума? Да, вот Аксенов говорит, что это просто логистические проблемы и особенности, но очень похоже на то, что они все-таки очень боятся. Ну, Москва всегда носилась разными идеями для того, чтобы как-то попытаться сделать оккупированный уже ею Крым в какой-то мере узнаваемым, привлекательным хотя бы для части международного сообщества. И вот одним из таких проектов, который должен был бы отвечать вот этой цели, этому заданию, сделать Крым привлекательным для хотя бы части симпатиков России в разных странах, должен был служить вот этот Ялтинский экономический форум, они его назвали международным, но он уже не проводился два последних года. В 2021 году по причине, ну, как они объявили, пандемии коронавируса, было перенесено его проведение на 2022 год. В начале 2022 года объявили, что он состоится в четвертом квартале, а потом все-таки они его перевели на второй квартал 2023, то есть этого года, и тогда пояснили, что изменилась, ухудшилась международная обстановка, ситуация усложнилась, и это было якобы причиной отмены в прошлом году Ялтинского международного экономического форума. Ну, а теперь в этом году они это объясняют тем, что есть логистические особенности, но в принципе проблемы. Понятно, что Крым прифронтовая территория, туда никто не захочет ехать, хотя и раньше на Ялтинский международный форум, так как его называли оккупанты, как правило, им удавалось привлекать только лишь тех гостей, которые были подки на всякие подарки, бесплатное обслуживание, дополнительно иные развлечения, которые им устраивали спецслужбы России в Ялтинских гостиницах. теперь нет таких людей, которые могли бы купиться на даже такие развлечения и подачки, но рисковать собственной безопасностью, и поэтому абсолютно понятно, что перенос, они это назвали перенос, Ялтинского международного форума на территорию Москвы, он обусловлен теми изменениями кардинальными, которые возможны в Крыму в 2023 году, и поэтому мне представляется, что оккупанты показали в общем-то в данном случае такой позитивный пример, уже началась эвакуация с Крыма тех или иных институций, все-таки они 2015 года проводили этот форум, и с этого года форум будет проводиться в Москве, будем считать, что это один из предвестников вообще массового ухода, бегства не только российских войск, но и всех колонистов, поселившихся в Крыму. Да, и все мы прекрасно понимаем, что это за логистические особенности такие. Спасибо, спасибо вам огромное за ваши комментарии, за эту содержательную беседу, а я напомню, Рефат Чубаров, глава Межлиса Крымско-Татарского народа, был с нами на связи. Спасибо, всегда ждем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова